Привет, друзья! Меня зовут Назар Давыдов, человек, который вам нужен, особенно в Турции. Так я уже около пяти лет, начиная свои видео, которые выпускаю на своем YouTube-канале. Вы спрашиваете, кто я, почему я этим занялся, зачем. В этом видео я расскажу о себе. Родился в Санкт-Петербурге. Давно, мне 46 лет. Я родился в Смоленском районе. Мама у меня уроженка Ленинграда, коренная, а папа у меня иностранец. И вот мы переехали через пару лет, переехали в Багдад, где я и прожил 8 лет. Отучился в начальной школе в двух классах. Там, кстати, десятибальная система. И я был по тем временам отличник. У меня были все десятки. Так вот, закончил я там два класса, один экстерном. И в силу ситуации тогда в мире, была война между Ираком и Ираном, очень затяжная. И я оттуда уехал вместе со своими родителями в Ленинград, потом в Питер его переименовали. Отучился там, закончил. Пошел в университет, закончил университет строительный. И так получилось, что я уехал в Украину. Скажем так, в двух словах, из-за большой любви. У меня много, что связано в жизни именно из-за этих чувств любовных. Но об этом чуть позже. И вот переехал я в Украину, отучился там еще в одном институте. Я занимался всегда шоу-бизнесом, мне очень нравилось. И я закончил еще один институт, он называется Кольтпросветучилище. Он в Уранге института. И занимаясь шоу-бизнесом, работая на радио, я занимался всегда инвестициями в недвижимость, в землю в основном. Не буду даться о подробности, но на определенном этапе я даже был, как угородкое время, на государственной службе. Возглавлял земельный кадастр и привлек очень крупного инвестора в тот район, в котором я работал. Затем получилось так, что в одночасье я лишился и своей любимой, и друга, да, любовный треугольник. И я без каких-то там надрывов просто решил, что надо сменить обстановку после этой ситуации. И поехал на год отдохнуть в Турцию. Приехал я в Турцию, но начал отдыхать, мне очень понравилось. И тут ко мне мои партнеры из Украины начали обращаться с вопросами по поводу инвестиций, покупать недвижимость на этапе застройки. И потом были у них свои схемы на сей счет. Я успешно помог им это сделать. И получилось так, что я начал знакомство уже водить с крупными риелторскими компаниями, с серьезными застройщиками. Получилось так, что я некоторым из них сделал определенные услуги, связанные с рекламой и так далее. Посоветовал своих друзей, которые занимаются сайтами и так далее. Возникли личные отношения. Кто-то за меня поручился под ними, кто-то на борт перед ними, передо мной поручился за них. Короче говоря, в Турции обязательно нужно, чтобы были отношения еще чем-то скреплены, кроме как договором. Потому что тут зачастую, если вдруг впадать в какие-нибудь судебные тяжбы, выигрышная страна только одна. Это адвокаты. Потому что ни одна, ни другая страна не выигрывает из-за долгих всяких процессов. Чего я крайне не хотел, чтобы было с моими друзьями и партнерами. Поэтому я очень тщательно выбирал, с кем работать. И вот получилось так, что я решил здесь оставаться. Сначала в Анталии, а потом так получилось, что переехал в Маланию. Потому что очень много моих друзей, клиентов стали смотреть именно в это направление. Здесь больше предложений в Малании. Чуть ниже цены. И вот, собственно, здесь я сейчас и живу. Чем я занимаюсь? Я занимаюсь тем, что собираю урожай своего пассивного дохода в Украине. Естественно, когда мне попадаются дополнительные заработки, я это делаю. Но что касается именно строительной темы, она мне очень интересна сама по себе. Потому что в Турции интересно строить интересные проекты. Очень шикарная здесь природа и как она вся себя вписывается в ландшафтный дизайн. Мне это тоже очень нравится. Ну, конечно, это хорошие деньги. И те, кто вместе со мной зарабатывают, это знают немного наслишки. Ко мне стали обращаться люди для того, чтобы я помог проконсультировать, к кому обратиться. По тому или иному вопросу. Я это с удовольствием делаю. Есть уже и серьезные такие проекты, в которых я участвовал. В частности, в покупке отеля. Это отдельная тема. Вот тут мы уже заговариваем отдельные условия. Часто спрашивают, а на каких условиях? Вот здесь все очень индивидуально. Все, что касается других моментов, я с клиентов денег не беру, которые обращаются за покупкой. Я советую. Ну, а если там что-то получается, то с удовольствием принимаю какие-то вознаграждения, которые пускаю, кстати, на развитие канала. Ну, а что касается партнеров с другой стороны, то, естественно, они заинтересованы, чтобы я предлагал им покупателей. И тут тоже есть свой интерес. Они мне дают дополнительные скидки, когда обращаются ко мне мои партнеры. Вот я ими пользуюсь и, собственно говоря, вот таким образом и монетизирую свои услуги. Все прозрачно, по-честному говорю, все как есть. Ну, а там сами решайте. В любом случае, те, кто ко мне обращаются, они не получают какие-то дополнительные накрутки там в виде каких-то комиссионных. Я считаю, что это честно. Вот. Все говорю как есть. И вам решать, как быть дальше. В любом случае, обратитесь ко мне или не ко мне. Хочу сказать, что будьте внимательны, потому что в Турции огромное количество агентств. Это очень конкурентный рынок. И среди них огромное количество хороших, честных, добропорядочных специалистов. Но есть среди них и те люди, которые мыслят местечко на один шаг вперед и не понимают, что, оболнув сейчас или не выполнив обещания в какой-то мере, они ставят на себе крест, потому что самое главное в этом деле – это честное имя. Я знаю, с кем можно сотрудничать, и что честное имя может гарантировать то, что взяты мною обязательства перед моими маркетинами. Через 600 метров на перекрестке с круговым движением Сверху на втором выезд. не помогать делать нужное дело. Я имею в виду контент на моем YouTube-канале, потому что я глубоко убежден, что тот опыт, который у меня накопился за 5 лет, будет очень полезен тем, кто хочет уберечься от проблем, в которые могут попасть, сэкономить деньги, и рационально их использовать, и время, и средства, и деньги, и все остальное. Поэтому помогайте тем, кто пишет ко мне в комментариях, помогайте мне снимать контент, ну, а я с благодарностью принимаю помощь всех моих друзей, которые помогают сделать контент лучше. Ну, а по поводу всего остального, думаю, теперь вы лучше понимаете и знаете, кто я такой? Назар Давыдов, человек, который вам нужен. Дин Дон Дэ, Маасаляме, Гайдоги, Легле, ну, и, наконец, просто Чао!